Наша история началась вот что. Мы были комсомольским патрулем Технологического института имени Ленцовета. И мы так любили друг друга все. Доставляло такую радость. Мы как только расставались на какое-то время, потом встречались радостью, как маленькие форосяты, которые весна выпускают на Лук. Мы так рады были встречать друг другу. Целовали все. Я тоже поступила в Технологический институт. В 57-м году. И мы увидели таких ребят там настолько светлые. Комсомольцы и добровольцы, для которых действительно жила страна одна и нет других городов. Их было много. Но я как раз увидела там и однокурсников. Леня Йоффа, Смолкин. Ну, Смолкин ходил. Леня Йоффа там командир был. Газенко, Вадика, Шмидт. Насколько я правильно помню, тот же Леня Йоффа, он вступил, именно будучи уже в рейдах во всех, он тогда решил вступить в комсомол. Потому что тогда понял, что в комсомоле есть что-то такое настоящее. Смолковский патруль занимался тогда, но в общем-то тем он считал, что наведение порядка. В основном это была работа, где собиралось достаточно много народа. Значит, в первую очередь танцы в клубах. Во вторую очередь нас привлекали к различным рейдам там по отстойнику вагонов на вокзалах. Где-то там, в том числе по видам, по магазинам тогда было это модно тоже. В общем, такая была довольно распространенная деятельность, в том числе и в институте, кстати говоря, в самом институте, на всяких там седусских торжествах, вечерах, Новый год там. Мне кажется, была идея суверенности, что это какая-то, что находит, и бьет, понимаешь, кого хочет. Мы хотели, считали, а здесь перед ним с этим начали бороться, в том числе, что брали в защиту или в милицию. Ну, к сожалению, мы там еще вылавливали, почему-то там те, кто возле брюков были, хотя вот сейчас я считаю, что это настолько ошибка, потому что каждый мой правый, и убиваться так, как стиляга, они мы их называли. Ну, это вот, я считаю, что это большая была ошибка. Мы такие были очень правильные советские люди. И потом все-таки мы люди тоже громадные стали, ездили на стройки, ездили на колхозы, видели, что какое-то безобразие, просто неэкономическое безобразие творится. Говорят, одно пропагандирует одно, делает другое. И это, очевидно, даже нам, студентам, было видно, что фальш и ложь, и, в общем, клевета на нашу действительность. Ездили на стройки, ездили на целину, видели дымящиеся эти кучи с зерном, которые не успевали просушить, элеваторов не было. Вот. На стройках мы видели огромное количество приписок. Ну вот, уже тогда мы с Ромкиным стали обдумывать о том, все ли в порядке в нашем государстве. Мы наблюдали несоответствие декорируемого с фактическим. Наша брошюрка, которая была потом написана программой, как назвали КГБ, что она действительно и была. Мы начинаем с словами, что первое, что поражает молодого человека, вступающего в жизнь, это то обилие лжи и несообразности, которые выливает на него официальная пропаганда. Мы решили, чтобы приняться, так сказать, пытаться, ввести агитацию против существующей системы. Для этого нам показалось, что необходимо сначала создать, так сказать, теоретическую базу. И вот этой теоретической базой мы занимались уже год, писали вот эту брошюрку одни, которые бюрократии, которые царят. И нам как-то эта база была, в общем-то, понятна. Понятно мы разделяли, что действительно в бюрократии пришла к власти. В бюрократии класс, который, так сказать, сам себя назначает, сам себя руководит, сам себе привели, присваивает, так сказать, отнимает все народ. И мы как-то так понимали, что надо что-то с этим делать. Есть еще фотография, где обсуждается эта книга, да? Вот одна есть, где обсуждается, где Сережка и Валера лежат носом друг к другу и одновременно жарят шашлыки. Значит, как она называлась? Известная диктатура бюрократии, диктатура бюрократии. И в скобочках, между прочим, было пути построения коммунированной социалии. Что впоследствии следствия говорили, что это, может, для конспирации написали. Надо сказать, что мы тогда вполне искренне верили. Мы считали, что социализм – это наиболее прогрессивная система. Вот. И если убрать эту самую бюрократию, следуя с ленинским принципом, то, в общем-то, все будет более ненормально. Значит, у нас была страшная глава, кончавшаяся, если не ошибаюсь, из коммунистического манифеста словами. Мы считаем презрентным делом скрывать свои цели и намерения, открыто заявляем, что переустройство общества может быть произведено только насильственным путем. Ну вот. Мы не готовили заговор, революцию. Мы просто считали, что революция, она, ну, естественно, вот в результате всего того, что происходит, естественно, в результате будет революция. Книжка вызвала двоякое впечатление. С одной стороны, опять же, определение советской власти как диктатуру бюрократии мне понравилось. Я тогда живоцер не читал, но я знал, что существование этой книжки не читал. С другой стороны, это повторение все того же революционным путем, значит, вот можно чего-то добиться, я в этом сильно сомневался. Но спорить, на самом деле, я не умел. Состоять свою позицию я не мог. Главное, опять же, было, что можно ли оставаться в стороне или нет. Значит, к какому году она была более-менее написана? Наверное, где-то 63-64 год. Был вопрос, как ее распространять, как напечатать. Ну, почему и стали печатать, это самое, фотоспособ. Причем, для того, чтобы ее не только у нас распространить, ну, и, значит, у наших друзей в Красноярске, мы переслали им фотокопию. Что потом, они тоже отпечатали фотоспособ на фотобумаге. А потом делали уже, когда была отснята пленка, то с этой пленки мы, это самое, печатали экземпляры. Где кто? Гаянки у себя. Мы у себя дома в нашей одной комнате, где уже тогда у нас уже дочка родилась, да? Ну, как любые фотографии, так и это. Мы печатали, сушили. У нас еще глянцевателя не было иногда на зеркале, на чем угодно, да? Вот. Или ездили, возили сушить. Квадик у них был попроще совсем. И вообще техника лучше всякая работала. Мы садились на Петроградской стороне, на Большом проспекте. Эти... Мокрые фотографии там были в кастрюле в какую-нибудь. Везли туда и там сушили. Больше того, книжку печатал даже Валерка Смолкин. У него в квартире это делалось все. А квартира наша, моя, то есть, голодая, к этому времени была действительно... Я там был один хозяин. Она стояла из двух комнат. И вот в этой маленькой комнате и была организована фотолаборатория, где попеременно ребята печатали фотоспособом. Значит, печатали, по-моему, Сергей с Валеркой, что ли? У Смолкина. А самого Усмолкина нет. А Валерка прошел. Открывается дверь. Входит молодой парень. Заходит к ним прямо в то самое, где они печатают этот самый текст. Посмотрел, почитал, сказал, вот это дело. Давайте я буду помогать. Это был Сережа Машков, у которого он был близкий друг Валерки, и у него был свой ключ. Вот. Он сразу включился в работу. Ну, я взял, прочитал. Согласился, что да, очень даже вот как-то подходит мне по образу мыслей. И все, и предложил свои услуги и так далее. Началась такая некоторая работа. По части чат, печатанья и распространения. Значит, ну, книжка, она была же очень маленьким тиражом. Что-то, наверное, 21 и 22, и у нас все у нас. Вот здесь вот было у нас. В Красноярске не помню, сколько было напечатано. Сколько это было. Значит, причем КГБ потом пыталась свести обязательно, чтобы найдены все измелья. Если уничтожено, то же где, когда, да? В 62-м я кончила уже. И поехала работать в Сараторской области, построившей храм. И там познакомилась с дорогой сердцем Валерией Матюшкина. Потом она поселилась в нашей комнате. И мы, так сказать, вот через нее познакомилась я с этой вот книжкой, которую ребята написали. Ну, плюсенька туда привезла ее. Мы читали ее, так сказать, осваивали. Ну, интересно же. Распространить листовки среди отъезжающих на церемонии. Если я отпечатывал эти листовочки, стал вопрос, а как их размножить? На машинке это невозможно, да? Нужно же большое количество. Тогда стали думать, что это делать. Ну, была такая книжка, не знаю, вы, наверное, не читали. Мальчик из Уржуума. Это про муношество Кирова Сергея Мирановича. В том числе, там, среди прочего, было описано, как изготавливать электрограм. Ну, решили изготавливать электрограм. Мы несколько раз распространяли листовки на туристских слетах. На эшегон, уходящий на целину, мы приблизительно знали менталитет этого народа, и поэтому нам проще было в составе текста. Эшегон, уходящий на целину, мы от имени Райкома обошли вдоль окон и совали им подарки. Там шашки, шахты, шашки домино какие-то, брошюрки ленинские, там все было вложено в листовки. Мы написали, товарищ студент, вот вы едете на целину, там вы увидите то-то, то-то и то-то. Вот. Вы обратитесь к своим партворкам, там, начальникам, руководителям. Они вам сказали, что виноват вот такой-то нерадивый директор, такой-то начальник. Но то, что мы уже сегодня это можем предсказать, свидетельство о том, что это не единичный случай, а система. Вот это, что мы надбротим. Листовки обнаживались, естественно, постепенно. Ну, кто там будет читать ленинг? Это в последнюю очередь выяснилось, когда уже стали искать их. Ну, в домино вытащили, да, на дне лежат эти самые листовки. Ну, люди читали. Люди были разные. Значит, некоторые были праведные комсомолицы, они сразу побежали в штаб эшелона и сообщили об этом, что вот найдены такие листовки. Те, естественно, сразу же телеграмму послали сюда в рейнграмму, что вот найдены листовки. Антисоветские. Поскольку листовки обнаживались постепенно, то следующая станция телеграмма, по-видимому, едет с нами. Ну, а я распространяла уже листовки вместе с вольерой. Ещё там разделена на селёк туристский, а потом не встил. Сосмотрим. Получилось так, что мы не успели расстрелить листовки во время лекции, раздался звонок, начался перерыв. Вся эта ксюнистская кодова вывалилась из-за аудитории. У меня ещё была целая пачка листовок. Не нужно было, ни в коем случае нельзя было менять темпы. Нужно было сделать вид, что мы природная парочка, которая никуда не спешит. И мы дошли до университетской набережной, прошли дворцовый мост и всё время державшись под ручку. На самом-то деле мы не разговаривали. Нам было очень страшно, поэтому единственное, что мы были в силах делать, это молчать. Когда шли, я потом у Валеры спрашиваю, тебе не страшно было? Ну, страшно. Если мы когда встретились, ну, не встретились, а уже когда распространились, что шли по мосту. Я говорю, я тоже как-то нет, мы так держались друг перед другом, но вообще-то, я хочу сказать, нелегальная подходитная работа, она, конечно, немножко так вызывает, конечно, опасения, когда ты этим занимаешься. Бывущий журнал «Колкова» вышло два номера, третий был арестован в рукопсях. Это был классический самоздат, мы заголовок срисовали, вот Серёжа, ну, теперешняя жена Валечка, это Ивана хорошо рисовал, она точно скопировала заголовок из герцинского «Колкова», кроме твёрдого знака, а так это был фактически их фирменный, и старый фирменный знак. Да, значит, с журналом дело в том, что «Колокол» назвали, дальше нужно было придумать, а кто же, так сказать, издатель, ну, так поразмошали, назвали «Союз коммунаров». Ну, в общем-то, это не было никаким «Союзом», так присвоили себе это название, значит, написали там 23-й, по-моему, номер, или, ну, какой-то из таких, чтобы было впечатление, что это не первый журнал. Содержание было разное, были статьи о лавировании или поворотке, если я не ошибаюсь, называлось, это первое упоминание сталинского имени Брежнева, первые шаги нового правительства. Была статья о странах, идущих по некапиталистическому пути. Мы утверждали, что промежутком между социализмом и капитализмом является господство бюрократии. Это просто неучтенный классик, и промежуточный вариант. Вы-то за что сели? Да я сел, вообще, у меня две статьи было написано для самознатского журнала. Одна насчет избирательной системы, мне там, в общем, не нравились безальтернативные выборы, а другая о бригадном подряде. Мы на суде со Смолкиным боролись за участие в написании статьи о подлинном и мнимом величии Ленина. Но никто никого не пересилил, так оно осталось пополам, примерно. Эти все статьи, кстати, были не совсем в рамках ни той, ни другой идеи, ни антисоветской, ни советской. Они пытались занять какую-то более психологическую или философскую позицию по отношению к этому важному. Дело в том, что когда мы писали книжку, мы там все договорили до конца. Говорили о том, что необходима революция, для того, что существующая система элитартическая. В журнале мы не ставили такого перезарядочного прима. Мы просто пытались создать параллельный, так сказать, описание и оценку событий, не в открытом враждебном. Когда мы поженились, я знала, чем он занимался, что и мысли, и что занимался, он сказал, чисто, по-моему, теоретически не особо серьезно продумывая, он сказал, ну, три года, и там потом арестуют, да? В общем, так и получилось. И так и получилось. Валеру сразу увели, я что-то там готовила, чего-то такое, чтобы поесть ему, там все, ну, в общем, его забрали, вот, то есть, обыск пошел уже только при мне, вот, им очень не нравилось. Очень много пили, там, какие-то, такие, ну, они же там все, здесь вещей напихано везде, да, там все, они тут, и детские, и наши, и книжки, ну, у нас забитая комната, конечно, была, они во всех обысках жалуются, это интеллигенция еще, они тут, вот, обыск долго шел. Значит, в 6 часов раздается звонок, мне спрашивают, кто, там говорят, телеграмма, значит, понятно, кто. ну, открывайся, она открыла, она открыла, сразу же прошли, в комнату, предъявили ордер на арест, то есть, на это самое, на обыск, может, да, на обыск, а, кстати говоря, когда раздался звонок, и там, телеграмма, да, я услышал за окном некоторый грохот, это, значит, КГБшник, который страховал окно, и смотрел, что мы будем прятать, или чего, да, там стояла мусорная тумба, жестяная, он с нее свалился, и когда меня из Голодая везли по Васильскому острову, а потом по набережной Наташмит, а потом через Дворцовый мост, а потом по Дворцовой площади, было совершенно замечательное летнее утро, такое даже не жаркое, и я смотрел вокруг и прощался, я думал, что я больше никогда этого не мне позвонили знакомые, причем не очень близкий друг женщина, но она позвонила со странной фразой, я не мог понять сначала в чем дело, в чем дело, звонила и сказала, знаешь ли ты о несчастье в семье Гоенко. Ну, я так как понимала, что если они ко мне пришли, то значит кому-то еще тоже пришли, я позвонила Гоенко, там побежали мы, ну, конечно, там тоже Вадика тоже забрали, да, с ними встретились, потом мы в общем перезванивались, встречались в каком-то кафе, где-то так, ну вот, потом мы узнавали, что и как у кого происходит, вот. Из Ленинграда в турпоход какой-то ехала группа, где были мои знакомые, я их на вокзале встречал, и они тогда меня сунули, там боялись еще всех, чтоб не видел никто, сунули мне бумажку, я прочитал, там уже было написано, кто арестован, полный список. Он мне это, кстати, сказал, вы находитесь в следственном изоляторе КГБ, иначе говоря, тюрьме. Ну и все, арестовали, меня повезли на самолете сюда. На самолете, да, через Саратов, на самолете, а здесь на машине никакой, подвезли еще аниматор, к технологике, показали мне, посмотрите, такси, на технологику, что ли, я посмотрела на свое такси. А перед этим приезжала к нам девушка, ну вот, и перезал, тор, там все, но я его не видела, даже не знала, что там тор, что-то таки есть. И когда уже меня арестовали, мне хотели мои там еще четверо пшерики, хотели это тоже дать, а там, оказывается, лежал колоком. Ну вот, я бы еще привезла бы назад на литильный колоком. Значит, моментально ведь я же был в технологике довольно видной фигуры, и хотя вот уже год как кончил, но был еще начальником штаба патруля, и начальником оперативного отряда, и в городе зам начальника оперативного отряда городского, это в Смольном, да, и все страшно моментально все узнали, и стали звонить себе о ком комсомола, и требовать секторе о ком комсомола. То есть я появился такой фигурой, что они поняли, что мой арест как бы в отличие от всех остальных будет ну шумно мучение в городе, да, им это тоже было ни к чему. И поскольку прокурор не дал санкционный арест, то больше они не имели права меня держать, через две недели меня отпустили, и дальше начались шумно-мучительные допросы, это мучение. скажем, три-четыре раза в неделю. То есть работать я уже не мог. Это было не работа, это было какое-то мучение, да. у меня вызвали в первый отдел, и там посадили и отвезли на этот самый большой дом, на допрос, беседу, так сказать, как бы. Потом уже второй раз они сказали, что через какое-то время вы должны прийти, то есть назначили. и я как послушную эту самую к ним приходила. А потом на другой день она шла на допрос 7 августа. Ну вот 7 августа она пошла на допрос, но не первый раз, она уже много раз ходила на все эти допросы, а тут ее назад не отпустили, ее арестовали. Вот 7 августа ее из Эликсона туда, в общем, в камеру меня отвели. Я как-то была даже довольна, потому что я то я хотела подойти кулаками разбить их двери там или что-то, потому что там сидели и мучились свои друзья, как бы, да? А тут ты уже это самое вместе с ними. Это как-то дети были у нас, у троих, наверное. Нет, у четверых, да. У меня, у Гаенки, у Йоффы и у Зелексонов, да. Нет, не скажу, что мы готовились, это было все в теории. Все в теории. Нет, ну, если что, во-первых, могли посадить и двоих, мы это же никогда не обсуждали. А что с ребенком? А так как я не знала уголовный кодекс, то я думала, ну, я про себя не думала, что меня, а ребят думала, расстреляйте. У меня был ужас какой-то, кошмар. То есть, уже потом, когда я задала вопрос, сколько, дайте мне кодекс, чтобы я почитала, сколько максимум, и узнала, что 7 лет отрегулись, у меня как камень. То есть, я поняла, что ребята будут живы. Мы считали, что вот, когда нас поймают, на этом все и кончится. Так что, уже не играет никакой роли, да? Что будет там? Не существует в 40-х, это значит, конец жизни, да? Ну, расстрелять, может, не расстреляют, но все, это уже на этом наша мирная жизнь закончилась. И когда он мне сказал, что это дается там от полугода до 7 лет, я думал, господи, о чем разговор, ребята? Чего я буду рассказывать-то из-за таких сроков? Я еще не знал, как переноситься в 40-х лагерях. У нас раздели, переодели и в этот же день меня допрашивали. Потому что идея была воспользоваться тем шоком, который произошел в момент ареста. Наша ошибка была то, что мы вообще начали с ними разговаривать. То есть надо было спорочно говорить, что нет показаний, нет показаний. Чтобы они стали делать, я не знаю, потому что тогда еще психушки они не только начинали пустяковать. разговаривать. А когда начали говорить, приходилось идти на важные ловки. Этой ловки конечно они были сильнее во всех ловках. Дело в том, что посылка ничего не говорит. Разговорить мне нужно было. Виноградов сказал, вы молчите, потому что ваши друзья это все говорят. Вот пожалуйста, на протокол допроса Ромбина. Он назвал 23 фамилии. Он мне показал действительно, смотрел те люди, которых мог назвать только Ромбина, но кто другой. Но на этом листе было только 21. Еще две были на другой стороне листа, которые мне не показывали. поэтому для меня была большая проблема. Сиротинина их прихватили или нет. А фотографии книги, вписанной нам из Красноярска, были. А провести анализ фотобумаги нетрудно. Мы привыкли правду говорить, понимаете, мы такие идеалисты были, что говорить неправду, мы столько времени жили и говорили правду, что не говорить. и я понимаю Валера и все, у нас ни у кого никаких претензий друг к другу. Когда меня выпустили, то первое, что мне прошло в голову, это надо сказать адвокатов. И я пошел к нему, рассказал, что вот будет такое дело, что сейчас перебля дело в суд. и я понимаю, что адвокаты должны быть как бы все из одной компании, потому что не началась компания одного по другому. ну, он сказал, хорошо, я подберу команду. он нашел несколько адвокатов, которые согласились, причем они все боялись страшно, они не очень не любили политические процессы. на суде. Ну, конечно, мы тоже рады были, что мы встретились все на суде. Начали читать стихи. Валер Смокин как мне, что локоть читал. Ну, еще там Залексон какую-то японскую поэзию А перерывы, перерывы, там же перерывы между ними, нас кормили, вот пока нас кормили, мечтали, да, мы очень рады были, что нас привозили, мы же сидели в одиночках, нас же население объединяли. Там было чем посмеяться, никто особенно угнетен не был, вот, наоборот, мы очень обрадовались, когда мы все оказались вместе, да, в соседних скамейках там, да. А потом мы видели лестницу, черная лестница, куда подъезжал воронок, и там ребят туда выводили, и с черного хода их заводили. А мы там потом по этой лестнице ходили, там все же было открыто, парадная, это не то, что сейчас все закрыто, вот. И Нина написала где-то там на какой-то двери, ну, а там это черный ход, там закрытые двери, она написала «Веселее, друзья, идите». А это песни-буревестники есть там «Веселее, друзья, идите, первым делом не унывать от студенческих общежитий до бессмерти рукой подать». Ну, это все, песни-то все знали, ну, она одну фразу написала, и они ее видели. Что, собственно, на суде было? На суде все мы признали, что да, объективно мы этим наносили вред государству. Поэтому частично свою вину признаем. Значит, Сережка с Валеркой пытались взять все вину на себе. Каждый день заявлял, что он автором является, что он писал и так далее. На что судья не выдержал, сказал, здесь не Нобелевский комитет. Что вы так вот на авторство претендуете каждый? Поэтому, в конце концов, им дали поровну. Валерки с Хахаевым я был знаком. Бога Зелексона и Венечку Йофи я не знал вообще. Я не был с ними знаком до посадки. В смысле, до следствия началось. То есть, там мы уже в зале позаботились. Мы уже все друг друга знали. Я, правда, мало знала Зелексона, но о нем очень много слышал в институте. Как легенда такая была. К нашему делу не имел никакого отношения. Скресенье просто получил он книжку. А потом он не признавался. Говорит, знаешь, Христи, уже перед смертью. То, что я попал в среду, ребята, то, что я сидела в лагере, для меня было какое-то послание Божие. Потому что я понял, что главное, что все-таки истина, она важнее. Я вот вышел как в отбор ночью. Звезды светят и все. Думаю, вот я здесь, в этом лагере, где столько всяких идей, столько людей. И сидят они за этими идеями. Но надо сказать, что у него не было ни малейшей обиды до нас и вообще на жизнь, что так получилось. Сроки были разные. Максимум получил Сергей Хахаева. Я, мы получили, как авторы этой брошюры, по 7 лет выдели и 3 года ссылки. Снолкин женился в тюрьме. Сам видел и присутствовал. Произошло это, в общем-то, благодаря, и только благодаря стараниям Наташи. Закончился суд. Все девчонки тут же стали писать заявление на свидание. А я никто. Меня не пустят. И вот тогда мне пришла в голову такая мысль. Думаю, а может нам разрешат пожениться, поскольку они нам все это расстроили. Все протекало как обычно. Как в нормальном бракосочетательном процессе. Согласны вы, согласны вы. Вот это распишитесь, там свидетели, туда-сюда. Потом полерку привели. Мы ему принесли рубашку белую, переодели. А вот девчонки принесли кольцо, купили. Я про это и не думала, что кольцо надо, не надо. Мне его как-то спокойно. Но они вот купили. И когда потом встали, а у него... Ему тоже что-то надо одеть. Моя мать сняла кольцо и положила тарелочку. Я ему одела, но потом все сняли. И кольцо, и рубашку раздели после этой церемонии. Потом с Молкина оставили там, я не знаю, на час, по-моему. С уже женой. И все чисто такое, ну, довольно, знаете, эмоциональное событие. И, ежели кто поднимает... Не знаю, там в решетке, а тут такой процесс. Ну, на этом суть кончила. Нас, значит, все компании отправили по этапам. И когда открывают калитку в решетке, значит, один надзиратель кричит там другому, да, сколько ведут, кого ведут. Значит, кто или нас, он вдруг орет, да? Семь человек государственных преступников. Это тоже вызвало у нас некоторый смех, да? И потом в посадках вагонах, да, тоже, в общем, очень часто говорили, да, самые государственные преступники отдельно. Потом ждали пересылку только лучше. Пересылка тоже длительная, там через Псков, Розаевку, там через Саранск, у нас везли очень лед. Ну, и нас валили вот на 17-го отделения. И ехали, конечно, когда вошли, страшное впечатление было, потому что все в черном, и в основном очень пожилые. Жизнь, думаю, господи, что вы за страна, которая боится таких пожилых людей? Оказалось, это верующие. И там в основном верующих, но верующих было очень мало. ЧАС-10. Ребята сначала привезли всех в один лагерь в Мордовию, в ЕВАС. Дня три они, по-моему, там были. А потом их разделили. И часть отправили на первый лагерь, а часть осталась на одиннадцатом, в ЕВАСе. Они, во-первых, всегда разделяли группу. Вот старались, например, близких друзей разделить. Вот, например, Хахаев и Ронкин никогда вместе не сидели. И Машков и Смолкин, которые близкие друзья были из этих компаний, тоже никогда вместе не сидели. У нас образовалась такая компания, в которую входил Илья Маркович Даниэль, Александр Алик, Гинзбург покойный, Виктор Каунич в Атышке. Да, ну, Валера вообще так сидел, он несколько так активно боролся с этой администрацией, да, и все время был в конфликте с ними. Поэтому у него там были и ШИЗО всякие там, и на сколько-то суток, и на шесть месяцев они получали. Ко мне подошли Каунич, и Машкову сказали, надо объявлять голодовку. Ну, я сказал, надо. Как сказал однажды, Ронкина хлебом не корми, дай поголодать. Мы выдвинули требования. Требования эти включали свободное занятие творчества в зоне, не перекладывание наказаний за наше плохое поведение на наших родственников, то есть запрещение наказания в виде лишения свиданий. И один раз меня, по-моему, лишили таки свидания. Пререкание скандинга. Один раз за чтение литературы на рабочем месте. Когда я первый раз приехала в 66-м году, мы с Ниной Гаенко поехали в апреле 66-го года на первое свидание. Мы еще ждали очереди. Мы идем, мимо плачущих женщин, мы идем, мы проходим молчание, мы не можем сказать им ни слова, мы не смеем махнуть им рукой. Мы идем, а у них за плечами рюкзаки с табаком и харчами, рюкзаки с нерастраченной страстью, рюкзаки с многолетней тоской. Ох, и трудно, наверное, им было по грошу собирать на билеты, по куску собирать передачи для своих непутевых ребят. И как слезы, роняя монеты, прикупать, прикупать сигареты, и везти, и нести на удачу, и услышать, везите назад. И привыкшие тут по-дикарски о любви толковать обнаженно, мы проходим смиренно и тихо, без подначки и без матерка, потому что мы тут не пиджоны, потому что усталые жены, не девицы, не шлюхи, не бабы, а названные сестры языка. Мы идем, простакие поэты, променявшие волю и семьи, променявшие женские ласки на слова, на мечты и на сны. Только что же нам делать, что все мы на крови созидаем поэмы? Уж такие мужья вам достались, вы простить нас, наверное, должны. Это, между прочим, точно развод. Вот так мы стоим, конвой закрывают с одной стороны, с другой нас отгоняют метрами пятьдесят, только отвернутся, мы опять поближе к проволоке. И идут, идут. И вот я думаю, ну как же, а уже темно, а все в одинаковой черной форме, думаю, не в жизни узнать. Как только прошел, сразу узнал. Сразу, сразу. Говорю, вот мой вода идет. Нина Гаянко, Нина Гаянко там, она же гимнастка, вот. Мы там расположились, колючка, и там дальше зона идет. Нина расстелила коврик там какой-то, не знаю, одеяло что ли какое-то. И на нем начала эта самая художественную гимнастику. А зыки-то, конечно, они просто женщин-то уже давно не видели, а еще которые, перед ними там всякие эти фигурки делают. Все там, господи, залезли на все, на что можно было. Залезли, все пялились, один-ка там, там, ну, кричали, махали руками. Это далеко было все, на большом расстоянии. Но все равно, рады были видеть лица родные. Ну, понимаешь, мы поехали в отпуск, специально туда поехали, вот, на свидание. Конечно, Володя очень много сделал, когда сели ребята все. И он взял на себя миссию всех жен, всех защищать. Помогать во всем. Ну, конечно, он был, в гостях, вопросов не заменил. И с детьми оставался там, и надо посылки посылать. Ребятам же было, посылки собирал, и все. То есть, его роль громадная. И потом, когда мы освобождались, он как-то материальную помощь сама организовывал. то есть, конечно, его заслуги очень большие. Вот Нина брала Таню когда-то на свидание. Я не брала. Марина не знала толком ничего. Ну, как она маленькая, росла вот с год и четыре месяца постепенно. Где-то есть папа. То я открыточки ей писала от папы, то папа что-то присылал, какие-то стишки. Ну, так это считалось, как бы, так нормально. Растет ребенок, где-то папа, где-то работает. Вот так есть какой-то реальный папа. Вот есть фотография папы. Да, ничего больше. Вот. Письма писали. Это немножечко смешно. Это можете просто посмотреть, как... Вот видите, такая диаграммка. Это написано, кто кому должен написать. Сережка должен был написать Варе. Мы их вот там и пружинили. И Ирке он должен был. И Венька должен был написать Лидия, наверное, написать. Вот я должен был написать Оле Реликсон и Свети Сиротиной. Горька Наташи, которая с Молкиным, и Нине, моей жене. И потом приходилось, когда свои, во всяком случае, я записывал, потому что а я через год-то забуду, какому я что писал. Вдруг напишу то же самое. Вроде неудобно будет. Я писал всем. Здесь вопрос не стоял, с кем ближе там или с кем. Все сидели, всем писал. И вот я начинал. В понедельник этому, в авторник этому, в среду этому, всех заслал и снова опять. Нет, ответы не приходили, конечно. Я туда писал, а они писали у них, там я не помню, сколько там, два письма в месяц, что ли, были. Я сейчас уже забыл. Не помню. И Сережа, например, использовал для того, чтобы писать маме. Там, ну, каждый кому там. В принципе, нет никакого сомнения, что это просто большая везуха, что я попал в эту историю. Лагерь был в каком-то смысле школой свободы, а не наоборот. Потому что свобода требует широты. Если ты находишься внутри своего гнезда и из него не выходишь, так ты ведь мало кого знаешь и мало поэтому пытаешься понять других. то есть нет возможности даже у тебя такое. И тут вдруг твои горизонты расширились бы без пределов. И ограничения географические помогли понять, что суд-то может быть на самом деле надо искать где-то больше внутри. И лагерь дал для этого совершение. Тот лагерь. Я подчеркиваю ту специфическую ситуацию, в которой нам повезло быть. Такие зоны, которые огорожены были колючкой и пространство вокруг видно было. Это как-то приятно, когда все-таки расстилающее пространство, чем забор. Эти заборы я ненавидела, ненавижу до сих пор вообще. Потому что даже мы залезали куда-то там повыше, можно было на какую-то там на крышу туалета там где-то. Ну, конечно, это не разрешалось, но посмотреть на на расстилающее пространство приятно. Когда все вокруг забором закрыто, то это как-то приедает. Гарантия, 12 июня, во всяком случае, 75-го года, когда мы уже из ссылок вернулись, у нас была встреча, специально приезжали из Вильнюса, Машков, Смолкин. Значит, арест произошел 12 июня 65-го года. Если бы мы тогда сказали следователям, что это будет объявлено национальным праздником в России, они бы, наверное, отправили нас в психушку. Вот, но это действительно было. И мы, уже вернувшись из Вадера, мы регулярно встречали этот день. Мы собирались, бывали там. Это, вот, Веня Южи покойный, он сказал, день нашего официального признания властью. В этом смысле у нас не было организации, да, в том смысле, чтобы никто не сдал никаких криватных обещаний. И всегда шагал к конкретным делам, что мы делаем то-то, вот хочешь, на счастье. Но вот именно в этом, этот конкретный случай, вообще хочешь это заниматься. Когда в Москве об этом во всем узнали и познакомились с нами, да, и так далее, они тоже не могли говорить, что это группа, союз коммунаров, я понимаю, что... Это уже давно не коммунары все, да. Поэтому и нас ласково назвали колокольчиками. Так до сих пор зовут колокольчиками. Одна из неприятных для меня, одна из вещей в лагере, это охота на ветер. Это пытаться найти, кто доносчик, кто виновник. Поскольку мы все говорили, как-то по себе отпадала такова цель, понимаете. Возможно, поэтому, возможно, поэтому сложилось такое мнение у людей, которые нас знали, что мы единственная, можно сказать, группа, которая удалось сохраниться целиком, то есть остаться как некое тело. А это наша встреча, ну вот видишь, это 10 лет приехали из Вильнюса. Мы вернулись, приехали из Вильнюса, уже тогда Машков, по-моему, в Вильнюсе, а может быть уже и в Минске был, и Валерий Смолкин приехал, Леша приезжал в столкни, вот Сиротинины приезжали, вот 10 лет когда нам было. Монтон, Машков, по-моему, в Минске был, и в Минске был, и в Минске был, и в Минске был. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»